итак друзья мои я приветствую всех на сегодняшнем стриме который посвящен разбор музыки и саунд дизайна учеников в основном я так подразумеваю я специально что все было честно не слушал заранее ничьей работы но списке видел уже студентов которые учились у меня я не всех помню по именам но всех помню по работам кстати возможно будут работы студентов которые не учились вообще на моих курсах либо вообще первый раз попали в школу профайл увидят это видео какой-то товарищ что-то вещает вот и в любом случае я начну с небольшого вводного слова такого наша сегодняшняя встреча посвящена разбору работы и основное времени разумеется мы этому посвятим но обязательно нужно я хочу с удовольствием познакомить вас со школой профайл скул я все время первая моя фраза я жалею что такой школы не было когда я начинал учиться либо подобной даже либо хотя бы напоминающие школу профайл потому что информация если даже была ей никто не делился даже за деньги школа с историей больше 50 курсов уже 65 тысяч студентов вот это да ну на моих курсах точно больше 300 наверное уже я думаю даже больше студентов и есть студенты даже которые поменяли ну не побоюсь слова сказать свою жизнь до связали с ее и свою дальнейшую деятельность любимым делом сделали это в профессию превратили это в профессию пройдя курсы они получили определенный багаж знаний навыков умений и уверенности в своем своей мечте даже да пусть это пафосно но так и есть и многие студенты продолжают работать совершенствоваться выпускать крутые треки музыку дизайнить в общем это меня лично очень мотивирует радует и подпитывает желание делиться знаниями с окружающим вот если я уйду в музыканта моим не жена не поймут ну не знаю не знаю ну справедливости ради отмечу что ошибочно считается работа музыканта какой-то легкой и так далее вкалывать надо о причем постоянно практически поэтому но зато и результаты когда вы добиваетесь это ни с чем не сравнимо мне кажется ощущение несколько направлений как вы видите да ну вы сами все видите давайте я не буду превращаться в говорящую голову вот это я фотография моя по моему да еще старенькая странная где я себя не узнал без бороды до у вас отклеился у меня я начал заниматься серьезно прям 17 лет вот этим всем вообще касаемо звука музыки и с того момента не прекращаю также учиться совершенствоваться как и все вы конечно я стартовал без всяких курсов и так далее какие-то попытки были из ряда там не знаю ткну сюда типа классная кнопочка надо запомнить вот и потом какая-то литература появилась коллеги знакомства и так далее так далее и меня вся эта история затянула чему я на самом деле рад давайте я проговорю по регламенту сегодняшней нашей встречи нашего стрима мастер-класса разбор проектов конечно же и ответы на вопросы расскажу про курсы моя личная рекомендация как пройти с чего начать и коротко по каждом курсе я пару слов скажу конечно же отвечу на ваш вопрос вот мы подошли к разбору проектов до к самому главному я вот прямо открываю папочку я ее разумеется разархивировал у нас раз два три ну больше десяти работ мне кажется около того первом десятке я буду прям по порядку проверять вот как у меня есть этот списочек я думаю все работы мы успеем проверить и дабы не ошибиться давайте начнем я специально если никто не против буду открывать комментарий ну чтобы не зачитывать не мешать прослушиванию мы все вместе сможем почитать и поближе познакомиться с автором мне самому жутко интересно на самом деле я постараюсь разбить на несколько частей техническое художественное и мое субъективное мнение субъективное подчеркиваю с ним можно не согласиться можно закидать помидорами сказать да ты вообще не шаришь не знаю в этом стиле музыки и так далее давайте слушать ну вот сходу я предположу что здесь завал по панораме в правый канал ну может быть это круто может быть это фишка которые мы просто еще не не просекли давайте слушать итак это работа михаила я попутно буду читать что описано а 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 и а а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, широко, приятно звучит Субтитры создавал DimaTorzok 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 Чуток вправо Можно было деревяшек еще добавить Это уже чисто такие нюансы оркестровки, наверное, больше Вот здесь Вот такой Проснулся такой там чувак То есть клево Есть штрихи, просто немного Точнее, тоньше все это надо сделать Почему это может подойти такая музыка? Какое-нибудь слайд-шоу романтическое, не знаю Голос, который читает стихи о любви И вы С бокалом вина Проводите этот вечер Вместе с любимым человеком То есть масса применений Поэтому Я Ну, предположу, я могу ошибиться Что, наверное, пока нет продаж У этого трека Если его опрувнули Потому что, ну, есть что допилить Вот эти нюансы, если вы допилите Шире динамику, классно Кульминация Отлично придумана Просто ее допилите Программингом Где-то штрихи поменяйте И будет замечательно Это по художке все, да Но она связана с технической частью, да В библиотеке Программинг Что за программинг? Это когда определенные Инструменты Играют разными Приемами звукоизлечения И это все Меняется В той или иной Библиотеке Контакта Ну, скорее всего Это был использован контакт Это сэмплер А, ну, тут было даже написано Да Вот В плане Именно сведения В данном случае Оно отходит на второй план Потому что, ну, в целом Все в балансе Все окей Я бы, возможно Немного дал Вот этого песочка Струнным Но Железо сейчас вылезло Именно струнным И немного Прибрал Прибрал Вот эту середину Этот Телефон Даже, наверное Вот более Полторашки Килогерц Вот Ну, это Такой нюанс Который Ну, он просто улучшит То, что есть Вот То есть, немного Подетальнее Проработать группу инструментов Не обязательно Даже на индивидуальных треках На группах инструментов И Допилить артикуляции Скорее всего Вы сами Все это слышите Просто Либо возможности Библиотеки Вам не позволяют Это реализовать Либо Вы просто Не разобрались Как с этим пользоваться По поводу Пиков Я бы не стал разгонять этот трек Опять же Он для стоков Не надо Данный жанр Конкретно Данный трек Делать очень громко Мы просто его Пережмем И он будет Звучать агрессивно Назойливо И Ну, выбиваться Из этого Жанра То есть, вроде Романтическое Такое настроение Но Ну, это Не знаю Там как Вместо того, чтобы Прошептать Как-то ласково Нежно Мы подойдем К любимой девушке Я тебя люблю Вот так вот Типа Зато громко Классно Точно услышит Вообще Да Наверное Все Вот это основное Что сразу бросилось Старайтесь Не допускать Таких Панорамных Сдвигов Всегда можно Чем-то компенсировать Хорошо Если здесь струны Чуть правее Сюда можно посадить Медь Можно использовать Классическую Вообще Рассадку Оркестра Например Я не буду Показывать Картинки Какие-то Потому что Есть Уже Даже В инструментах Встроенные Картинки Так скажем Вот Одна из Классических Рассадок Здесь у нас Струнная группа Вот она Да Сзади Деревяшки Чуть позади Дальше Медные Перкуссия Медные Точнее справа И они видите Компенсируются даже Вот То есть Тромбончики А здесь Волторны Вот Это можно менять Конечно Но Если вы не знаете Как лучше Рассадить Можно взять что-то За основу И Не обязательно делать Струны так широко К примеру Если они не доминируют Ну здесь все нормально В этом плане Просто Поправить панораму Проработать Штрихи Эртикуляции И немного там Подсвести Еще останется Вот Классно Ну идея музыкальность Здесь явно есть То есть очень музыкальная работа Ну вы понимаете Что Не вся Ну точнее не то Что не вся Не каждая далеко Библиотека Какая бы она ни была Крутая Не даст нам Тех вариаций Артикуляции Штрихов Звукоизлечения Тембра Звука Нежели живой человек Поэтому Даже на курсе Аранжировка Да По-моему даже в тестах Был такой вопрос Что будет звучать Более натурально За вашу активность Мы дарим вам Бонус Три тысячи рублей Который можно потратить На любой курс Школы До пятнадцатого мая На любой курс даже Прикольно Андрей Не новичок Я так понял Тоже Да Так Амзидан Виндесэк Стаблин Сталин Город Бакоиде Давайте слушать и читать Вместе с вами Музыка 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 точнее все звучит в центре моно не широко если мы посмотрим на прибор который показывает стерео мы увидим что это моно ну и услышим сейчас выяснится что у андрея просто был какой-нибудь эффект который он забыл отключить слышу ревер есть ну по музыкальности мне нравится все скрипач прикольно классно очень слышно что скрипач вот мне единственное смутило моно все можно было сделать интереснее в плане объема да даже из этого материала когда у нас моно звук мы можем применить реверберацию для того чтобы банально ну или может не очень банально добавить глубины и ширины звука это очень много вот если в наушниках вы послушаете и вот у нас появилась жизнь простым языком стерео сейчас еще это его немного утрируем это я специально сделал больше чем надо чтобы услышали разницу было так вот это уже реставрация больше звука или там мари мастеринг можно сказать или пересведение вот можно использовать не конкретно данные плагины сам принцип что это происходит на я применил использовал ревербератор и сделал его еще шире вот если бы мы изначально делали с желанием сделать широкий звук это можно было сделать сразу конечно они с исходным файлом готовым вот очень музыкально но вот моно досадные иногда вещи когда я уверен что вы не у вас не было задачи сделать моно то наверняка что-нибудь там отвалилась либо плагинчик какой-то не отжали либо кнопку моно не отжали да вот проверили в моно классно и также экспортировали файлик из проекта для совсем новеньких я поясню то есть что было сделано записано ну придумано понятно записано фортепиано на отдельный трек записано скрипка все это было сбалансировано обработано разными эффектами чтобы было хорошо вот но в данном случае все хорошо только моно это лично мое мнение здесь можно было сделать богатую стерео поехали дальше александр давайте почитаем много и увеличу большая медведица инструментал и я так подразумеваю что это один и тот же трек только с наверно вокал или и минусовка аккомпанемент давайте не инструментала полную версию послушаем а и и и и и и и и Лучше взять флейту Какой-нибудь более гибкий инструмент Кларнет он очень прямолинейный Здесь получилось Без вибраций, без ничего Ну и вариации на мотив, наверное, так скажем Да, чуток я бы расслабил по компрессии звук То есть не так сильно его компрессировать Если бы тут были гитарюхи, барабасы, басуха Здесь все воздушнее можно Почему вы так не любите тарелки железа? Всякие барчайнцы, переливающиеся штучки Наверное, новички думают Какие штучки? Сейчас я покажу Те, кто был на аранжировке, сейчас мило улыбаются Это называется Звуки волшебства Вот в переходных частях очень клево они заходят В тарелочку можно Ну, как основа, окей Как основа, окей То есть идея Вот здесь три раза уже повторяется Такой интересный ход Неискушенного слушателя Точно рубанет, мне кажется, по ушам То есть тут либо специально вы в ладу Каком-то а-ля мажора минор Да, и тут Гармонический или как можно Чуть ли не фрегийский лакрийский лады Но если это специально сделано Такая мелодическая интрига Так это назовем У меня преподаватель называл такие вещи Когда лажа Говорит, что это за непонятные гармонические пятна А я называю гармоническое интрига То есть Ну, нужно определиться Либо если мы хотим это показать То как-то более явно Может быть в другой тесситуре Взять аккомпанемент струн их Продублировать вот это изменение Настроение лада Еще каким-то инструментом Чтобы не было сомнений Это лажи или так задумано Свободная интерпретация А что не так с кларнетом еще? Ну да Александр написал медишный Дыхания нет Да Абсолютно верно То есть кларнетист Так не будет он так играть Даже если вы не кларнетист Хотя Я немножечко знаю о кларнете Я четыре года на нем проиграл Из них три в оркестре Не в смысле проиграл А играл, да? Я знаю, о чем говорю точно Но если вы вообще не знаете Как выглядит кларнет Просто спойте мелодию Голос никогда не обманет Даже если вы не певец Просто спойте И Вы почувствуете Где какие фразы Где какие паузы Нужно сделать обязательно Сейчас он очень прямолинейный такой То-до-до-до-до До-до-до-до До-до-до-до-до Где дыхание брать Та-да-да Кто-нибудь нарежет Вот эти вот вырезки мои И сделает видос потом Угарный Штрихи, артикуляции Да Вибрато Ну это вот Это просто глубокая тема На самом деле И при всем желании Я не смогу ее Вот вам сейчас раскрыть Но Давайте с речью сравним Можно сказать Вот например Процитировали Да с новых сторон Раскрывается 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 И еще так Сто пятьсот вариантов Или Да с новых сторон Раскрывается У каждого варианта Свой Своё восприятие Будет у слушателя И Вы как композитор И Музыкант и исполнитель В данном случае В одном лице Вы должны этими Инструментами Владеть манипулировать ими, чтобы слушателя вести, держать, чтобы он не переключил. Чтобы ему было интересно, как книгу мы дальше хотим читать или увлекаемся каким-то сериалом. Нам хочется узнать дальше, что там будет. Здесь абсолютно то же самое. И у нас здесь нет визуального ряда, но нужно сделать так, чтобы у слушателя он возник. Даже с каким-то тугим воображением, но он представил что-то. Там большая медведица, не знаю, маленькая собачка у кого-то будет, у кого-то большие ведра с водой. У кого что в этом плане на душе, тот и будет представлять. Но это не значит, что можно... Ну, типа я там обозначил ноты, он сам пускай додумывает. Так не работает. Слушатель очень сейчас избалован в плане качества и реализации. Ну, большей частью. И если даже вот такое... Такой вариант можно было встретить в каком-нибудь там отечественном сериале лет 10 назад вообще легко. И вот прям вот так. А, ништяк! Классно! Вообще. Главное, быстро записал и за еду. Вот. Поэтому тут это немного портит всю картину. Вот. Можно, если не хочется... Ну вот, нравится вам духовой инструмент, поищите еще варианты. флейта, гобой. Кто знает, какой мой самый любимый духовой инструмент? Не знаю. Ксилофон. Да? Что у нас ассоциируется еще... Большая медведица. Северный полюс. Холодно. Холод — это кристаллы, лед. Не знаю. Вот. Мой любимый духовой инструмент — дудук. Вот можно. Как там? Для минори? У вас же есть зерно вот это. Можно было дальше его использовать. И флейточки у вас есть. То есть ощущение, что у вас есть инструментарий, но вы как будто сами себя ограничиваете. Вот. Просто пробуйте. Пробуйте. Ну не то, что пробуй, мой друг. Типа, встань и иди. Пробуй с анализом. Типа, блин, что здесь не так? Мелодия такая ту-ту-ту-ту-ту. Вообще не катит в этом плане. Но сама мелодия-то красивая, просто она исполнена не тем выразительным средством, так это назовем. Нет, не все духовые любят дудук. Я знаю волтерниста, который ненавидит саксофон. Возможно, саксофонист увел у него девушку. Может быть, в этом прикол. но он реально, я даже видел выражение лица, когда саксофон рядом на репетиции играли в ансамбле. У него просто был ужас в глазах. Это не прикол. Я думал, что-то с ним не так, со здоровьем и все такое. А если еще мы сделаем волшебную вот так вот. Сейчас минутка слабости моей. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Да, и чувак в горах Ладно, спустимся на землю Следующая работа Людмила Это, по-моему, на каком-то стриме даже здесь Да, и вообще в музыкальной среде Есть такая операция, когда мы записали какую-то партию Это для новичков краткая терминология Есть операция, называется квантовка Здесь будет клиппинг, кстати, Людмила Сразу хочу предупредить Квантовка, выравнивание, да, вашей какой-то исполненной партии И, соответственно, что мы делаем? Квантуем И сразу прям почему-то вспоминается песня Возможно, это издержки моей молодости Работы в живых коллективах Там Квантуем Сегодня мы с тобой квантуем Депрессия Орфография сохранена С такими восточными штучками можно сделать Все, да? Ну, идея понятна Не могу определиться в каком стиле Но здесь очевидно, что это не романс и лирика Здесь больше, наверное, такой биточек прикольный С восточными такими фразками Ну, я как это вижу Да, этнотрэпчик Можно Со стрекочивающими хэтами Запилить такие Ну Барабасы Сейчас я просто На скидку На скидку абсолютно Попытаюсь что-нибудь подобрать Этник, наверное, да? По жанрам Ну, или волт можно вбить Сейчас Сейчас У вас это есть тут уже? 121, что ли Ну, вот это Можно с мелизмами С дополнительными нотками мелкими Подтянуть Ну, мало По материалу, конечно, тут Ой, не-не-не, подожди Какой-нибудь Можно даже с вокалом вот эту записать Только вот здесь бас Не ту А ту Вот эту нотку надо было Ну, чисто гармонически было бы Интереснее Вот А так, ну Да Интересно Ну, можно развивать Просто Фрагмент достаточно маленький Тут Я могу оценить только идею Ну, понятно, что если это набросок То там Реализация пока Будет страдать Вокал Можно вбить Вокал Какие-нибудь Распевные штуки Чопы Когда Нарезанные Вот такие Ну, и Дальше по гармонии уже Вот Но продолжайте В любом случае Идея есть Идея есть Просто Звуками это оформить Аранжировкой Обрамить Вот Будет прикольно Да И ств Скрипочки Всякие Ту-ту-ту-ту С форшлагами Просто Восток Это вообще Понятно, что это дело тонкое Но Это же очень Трендовая история Начиная Не знаю От нашей Попсы Лада Седан Бакладжан Это же все Ну Та же история Вот, например, вот такие Султан Наверное Стрингс Ну Для новичков Когда я говорю слово Стрингс Это не Одежда А струнные А то Был прикол Типа Говорит Они какие-то стринги Там обсуждают Блин Наверное Что-то А Они Наверное Здесь Квик Вот Так Этно Этхно Этхно Да пусть Даже Вот так Какие-нибудь Какие-нибудь Ну Вы понимаете Восточные Штучки И Подбиточек Такой Ну Кальян Рэп Тогда получится С другой стороны Тоже можно Почему нет Я бы посоветовал Что сделать Выбрать Два Три Трека Которые Вот Вам Прям Нравятся И Вы хотите В плане Аранжировки И стиля Сделать Вот что-то Типа Того Зачем Это Нужно Чтобы Вы понимали Какие инструменты Там Используются Какие ритмические Идеи Ходы Паттерны И могли Сделать В этом стиле Но по-своему Да Кальян Рэп Это прекрасно Да все прекрасно Что сделано Круто Я как бы Все люблю Вот что сделано Хорошо Мне Я прям Такой В этом плане Всеядный Многие коллеги Меня не понимают Ну Видимо У меня Уже В хорошем смысле Иммунитет Выработался Потому что Что только Не переслушал Не переиграл И это хорошо Это хорошо Это дает мне Ну так скажем Некую свободу В работе В любых жанрах Не важно Это аранжировка Сведение Так Фрагмент Вот достаточно Плотно зажат Да Я делаю потише Просто Чтоб не перекликивать Но мы видим Так Поджато Нормально Это работа Азамата Я бы Меньше Ревера Сделал На бэках Можно Длину Хвоста Уменьшить На ревере И при дилем Его отодвинуть Немножечко И ревер Лучше Плеит Чтоб он Не мутный Был Чуть поближе Чтоб они Были Быть Поярче Чтоб он Чтоб он Немножечко Комнать гранж по инструменталу прикольно чуток мутно но это вот вот это вот она лезет постоянно буквально там три четыре цикла подснять и мне кажется что это у баса сам вниз я бы вот его посмотрел откуда он преток вали тоже бы подснял наверное у баса баса возможно у гитары что торчит вот это прикольно по материалу такой интересный в остальном нормально все в стиле вот по реверу немножечко вот моменты по общей частотки по всему спектру он просто прикольный такой олдскульный даже но на нем столько низа что на олдскульных треках так не бывает он очень прям давит вот а так классно и ну было бы идеально конечно весь трек прислать что я к чему если он весь вот так вот это плохо надо чтоб там была жизнь где-то вот интро там первый куплет припевчик опять провальчик и так далее то есть когда все у нас в колбасу это будет не прикольно для данного стиля точно ну и всегда можно найти исключение там фу файтерс например там некоторые треки просто вот одна длинная колбаса но там и песня такая прям дугу 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 постоянно как включились так и до конца песни шпарят как машинки вот для концовки да нормально если поджато вот так мой материал прикольный так о евгений мазанов саунд дизайн будет работа я так думаю судя по названию до круто я сейчас с удовольствием мне кажется посмотрю их не забыто еще прижили у пилы мяско ну прикольно по поводу юли метро я сейчас просто вот пока прочитал мы замеряем все весь файлик можно закинуть какой-нибудь редактор аудишеной зато прыгс и там померить то есть но полностью не отдельные звуки особенно короткие звуки он даже мы не хватит времени чтобы оценить среднюю громкость если идет речь про люс и да так я забил на минус 17 нет можно весь файлик и все там же еще есть кратковременная громкость мгновенная громкость то есть обычно совокупность вот этих параметров не просто там минус 17 и все пиковая опять-таки громкость ну тут понятно что пиковая все все нормально в оригинале скорее всего там приоритеты и сайчейн возможно ну там скорее в игрушке самой там приоритеты то есть когда добавляется что-то если это главное то что-то уменьшается вот это уже кодинг мне кажется в сам движок надо лезть довольно тихо звучало сравнивалось со звуками ютуба на той же громкости пашам била больно в итоге ну и окей я кстати некоторые релизы дуа липа например какая-то из последних песен там не то что минус 17 там минус 14 какие-то типа рекомендованные стриминговые площадками спотифай и прочее там по моему минус 6 было я прям типа чё но там за счет достаточно разряженной аранжировки в куплетах уж точно не было ощущения что чё-то пережата да мощно клёво замечательно но плотно и круто поэтому здесь возможно даже еще стиль будет диктовать какие-то новые в играх не надо пережимать конечно же но какая-нибудь deep house например трек плотный или рамштайн аля будет так колбасить что ну так надо чтобы он просто был зажат и если мы его не дожмем он не будет так давить в хорошем смысле вот да по поводу высокочастотных можно было гличи каких-нибудь на перезарядочках добавить вот это мне понравилось мяско здесь вот и прям вверх сразу открылся да вот кстати трупики тут такие нормальные я сделал потише пока вот здесь вот пустовато потому что середине по низу все есть вот 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 есть же там погромче можно шаги шаги как будто местами похожий сэмпл попадает или мощника то есть очень похожий сэмпл или один и тот же это мне низ нравится он плотненький ровненький везде очень клево что собрали это вот у меня тоже такая история была свое время я все звуки хотел сделать широко и в музыке особенно и в итоге у меня пол все вроде широко но не ощущалось этой ширины да потому что все было супер стерео так а здесь у вас центр под всякие выстрелы расчищен да есть места мира синхрон я думаю мне показалось было было можно было падение его такое шмяк металлического чего-то хочется больше вот что наверное это сразу и заполнит спектр и и высокочастотный высокой середины более вот этого металла зомбаков тоже сами дать дугу или библиотечные наверное написано не написано но в оригинале там ну там же в кашу все там часто просто угар музон еще соответствующий миг гордон там старался чтобы нам было страшно не а есть падение чуток его поэт упала как будто котлеточку кинули так там же туша такая огромная но это как по мне вот просто его когда лупили он такой плотный низ все а упал такой-то типа оттого что мы его порезали он же там убили он же не стал легче там туша такая прям так как будто котика кинули на лапки а так все равно клёво это прям очень очень неплохо продолжайте обязательно развиваться у вас прикольные данные как по мне в этом направлении есть так что вот видите sound design это sound design это отдельный диагноз друзьям и поэтому следующая работа никита у кого есть кстати задавайте в раздел вопрос а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok And you and you and you will stay with me forever if I let you If you, I'll find another way 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 Ну, опять идея прикольная Но тут есть что доработать Переходы Филов не хватило мне Ну, взбивок, да? В яме пэт Там Т9 просто заменил Можно немного Вот перед кульминацией По крайней мере Вот в этой ямке Бас пока его угомонить Пусть он там без низа вообще Или вообще убрать его Просто пэт Или там пианинко объемное Спасибо Вот здесь неплохо И больше железа, перкуссии Здесь вдоль Такой больше маш Вот здесь вот это больше подойдет Это даст просто грубо Движение больше Ой, ой, ой Сейчас мы немножечко Субтитры сделал DimaTorzok А так прикольно Да Вот уже во втором квадрате Можно было что-то еще добавить Открытый даже просто Типа того Клэп можно прям Еще поискать Повыявить Можно, знаете как Такой читерский способ Берем какой-нибудь Топ-луп Его разрезаем на кусочки На составляющие Ну если отдельно Нет даже Какой-нибудь топ-луп Топ-луп О, что я парюсь У нас же есть Какой-нибудь Кашмир, например Да Какой-нибудь Кашмир Кашмир И прям тут Мы можем Поискать Поискать Топ-луп Вот И обратите внимание Они немного Со свингом Не просто Ту-ту-ту-ту-ту-теп Вот это Сразу Достаточно Танцевание Ощущение ну на слабую долю и вот эту историю можно было открыть потом бас я сейчас не не буду подбирать прям звуки какие то но саму идею вот кстати тоже можно как слой сама и его тоже потихонечку открывать фильтром но это жестковато будет уже ну можно тут конечно наворотить может быть даже и лишнего и транзишен и транзишен это переходные вот эти давайте сразу feels шот вот допустим вот здесь клёво и на нее сай чейн накинем сейчас допустим крэш ну допустим такая и любой шейпер вновь он волюм шейпер только микс поменьше чтобы было чтобы немного это давало движение все вот ради вот этого кача пресловутого что еще транзишен и можно да здесь же свип-ап и вот эти можно даже белый шум подмешать тоже под сай чейн его они дают заполнение объем ну сап дроп здесь мы наверно не надо какие-нибудь такие штуки можно для разгона только на взбивке его убрать или подвести к сбивке и потихонечку потихонечку это добавляет это кажется мелочи какие-то ну вот эти мелочи отличают законченный трек от наброска да и не хватило вообще какого-то развития этого ну там было написано не старался сделать разнообразнее но можно было сделать вот просто читерский вариант он очень забавный разгончик одни собрежается да вот эти вот одноручечные штуки ну это можно самому все сделать что там не срежется на фильтр автоматизацию поставили посыл на ревер или там микс ревера сейчас новички наверно вообще не понимают о чем речь ну просто я исходя из работы да то есть ревер это объем автоматизации это изменение какого-то параметра то есть ну если что-то непонятно вы спросите не бойтесь тут никто не скажет что в чайник такие тупые вопросы сдаю вот почему клёво не срезать потому что более выигрышно будет слушаться дробь вот в общем чуток я бы все-таки добавил разнообразие потому что дослушал вот ну 30 секунд 40 секунд и там тоже самое и уже не хочется дальше в остальном идея клёвая прикольно с голосом эффектики там по там вот есть кстати разнообразие можно его было порезать на чопы на фрагментики вот эту фразочку и ей поиграть разными вариантами мы продолжаем у нас осталось несколько работ потом я расскажу про курсы и отвечу на вопрос а ага михаила работа тоже была кириллиса поэтому название будут каракули но мы поймем бой я прям узнаю сонаровские звуки родные там есть кейк волк ттс такой лет двадцать назад да как раз музыкальника кстати черт нормальная такая песенка инструмента . ой взбивки слишком слишком выехать этот как будто он как будто не пошла как будто не там где надо в биг ударил прикольное решение вроде тут такое а-ля стиляги но с арфой пыры пыры но с арфой пыры пыры тут гитара конечно нужна музыкально нормально аккордики в тему вставочки дудки то есть если это заменить хорошими звуками получится клёвая вещь это же панорама видите сдвинута вправо тут хэп постоянно просто ц-ц-ц-ц-ц- такой прям мозг да это те самые звуки роландовские тех времен музыкальни музыка 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 вот на этот ты-лю-ти-ри-ты солирующий звук что то кривиночка можно аккордеон можно взять библиотечный очень классный илья ефимов производитель музыкальни Вот это классный звук, очень в стиль. Дальше уже затянуто слушается. То есть надо либо вариативность мелодии какую-то делать, либо инструменты как-то, типа как раньше. А теперь соло саксофона. Дальше будет то же самое, наверное. Прям вот этот звук напоминает мне а-ля Магомаевские треки. Именно сами звуки. Ну даже Маркина там и так далее. Всякие. Мне бы жизнь свою, как и на пленку. Как это? Не букета. Та-да-та-та-та-та-та-та. Та-да-та-та-та-та-та-лили. Не, ну по музыкальности классно. Такой добрый трек, только по звукам его нужно сделать более качественно, выразительно, натурально. Вот. Единственное замечание. Ну а потом уже сводить. Потому что здесь вот эти звуки, их своди, не своди, будет самоиграйка. Как, ну, вот эти ПРС-ки всякие. Хоть обсводись. Классно. Вот это. По музыкальности классно, мне нравится. Очень стильно. Прям передает то время, эпоху. Видите, сразу у меня такие песни всплывают. Вот, поэтому здесь справились в этом плане. Просто звуки хочется более качественные изначально. Тогда будет прям круто. Дальше. Сейчас, кстати, вот это звучание, я имею в виду стилистика. Не сами звуки, самоиграйки. А стилистика, она не то, что там вернулась, она никуда не исчезала, во-первых. Во-вторых, на нее опять спрос. В плане работы даже. То есть не все же это синие танцы. Унца-унца. То есть музыке же тоже надо быть. Дорогая, прости меня. Ты это уже говоришь. Так, это видео. Поэтому Михаил окей. По большому счету здесь легче допилить, прокачать техническую сторону, чем научиться музыкальности, если ее нет, ну вот на пустом месте. Я про это поговорю как раз вот, комментируя курсы, которые есть. Так, смотрим. Play. Дорогая, прости меня. Ты это уже говорил. Правда. Я сделаю все, что ты хочешь. Прям все-все? Все-все. Черные розы. Черные розы? Черные. Прям все-все. Амур и Фиори. Ленина 16. О, знакомый голос. Ну и в конце. Черные розы? Я же сказала белые. Я передумала. Ну, это уже тема для другого рекламного ролика. Смотрите. Ну, я бы, вот честно, я не специалист в видео, но мне кажется, тут что-то не так с картинкой. С цветами, что ли, или как-то неглубокие какие-то кадры. Вот было бы прикольно, если бы там какой-нибудь фончик размытый. Он, ну, это я, в общем, не в свою стидию лезу. Это вот к Диме Ларионову, к Диме Скобелеву. Они распотрошат, я думаю, более грамотно все это дело. Прокомментируют. Но у меня вот как у обывателя, так скажем, просто я тоже с видеорекламным имел место, имел дело в плане озвучания. И много смотрел разного. Поэтому какая-то насмотренность есть. Прости меня. Это уже говорил. Правда. Я сделаю все, что ты хочешь. Смотрите. Звук очень далекий до таких видео. Его надо либо переписывать, либо дублировать, перезаписывать. Нормально, студийно. Сразу там вопрос, как писать звук на площадке. Ну, пушка вот здесь над ним должна быть какая-нибудь. Да любая нормальная пушка. Роуд, Шенхайзер. Роуд, Видеомиг не покатит. Нет. Можно из этого звука пытаться вытаскивать? Прости меня. Ты это уже говорил. Правда. Я сделаю все, что ты хочешь. Ну, он очень такой руми. Очень много комнаты. Вот этой бутовухи. Видно и слышно, что это непрофессиональная запись, так скажем. Для рекламного продакшн ничего нет страшного в дубляже. Дорогая, прости меня. Вот он сказал. Дорогая, прости меня. Вот прям включили микрофон. Актеру заманили гонораром. Дорогая, прости меня. Вот сравните. Без обработки. Дорогая, прости меня. Вот и все. Едем дальше. Ну, следующая фраза там. Ты это уже говорил. Еще одного актера заманили. Может быть, даже эти же голоса. Это уже говорил. Ну, я бы перезаписал. Потому что здесь какая-то... Это уже говорил. Ну, если это бытовая сцена типа из жизни, то, может, и нормально. Это уже говорил. Правда. Не артикулирован. Ты это уже говорил. Это уже говорил. Ничего не имею против актеров в кадре вообще. Это уже говорил. Ну, не профессионально слушается в плане аудио. И это не микрофон. Это именно должен отыграть актер. Вот. Искусство речи. Это все туда. Это уже говорил. Это очень важно. Это не плагинами делается. Это либо есть, либо нет. Это уже говорил. Это уже говорил. Дорогая, прости меня. Это уже говорил. Правда. Я сделаю. Еще по поводу вот этих эффектов. С это. Прости меня. С это. Как будто... С это. Ну, скрип там чего-то. С это. С это. Я бы заменил. Лучше слуш какой-нибудь. С это. Мягенький. Потому что эффект звучит громче, чем ее речь. Ярче, агрессивнее и акцент на нем. То есть вот этот переход, звук этого перехода важнее, чем последующая фраза, потому что он перетягивает на себя внимание. Ты это уже говорил. Правда. Я сделаю все, что ты хочешь. Прям все-все? Все-все. Черные розы. Черные розы? Черные. В общем, его поменять. Черные розы? Черные розы. Это было бы прикольно, если бы он сантехник, а она вызвала сантехника, и он такой с ключом. Что там у вас? Трубы где? Черные розы? Черные. Вот такие мягенькие с уши. Черные. Даже много низких частот не нужно на них. Черные розы? Черные. Ну вот этот, я бы поменял звук. Черные. Это больше похоже на статическое электричество какое-то. Восьмибитные игрушки. Ну, возьмите прям телефон и понажимайте кнопочки, это будет прикольнее слушаться. Когда нажимаете смс-ку там, ну или печатаете. Там у меня что-то нету звука. А, ну я его выключил, правильно. Стрим же. Гейт режет. Вот это приятнее будет. Это очень навязчив. Такой. Понятно, вы, может быть, хотели подчеркнуть панику и сейчас его спасут? Типа там режиссура, там у нас конфликт. Он должен разрешиться и все такое. И звук на фоне, что там происходит. Черные. И розы? Черные. Здесь очень громко музыка. Вы написали, кажется, а не кажется, адски громко музыка. И она пережата, перегружена. Либо источник такой, сам трек-исходник какой-то неоригинальный, наверное, да? Он просто перекомпрессирован в хлам. Ну, и поэтому, конечно, все плохо. Перегруз идет, соответственно, клипинг. Хаж все хрустит, трещит. Он заморочился. Соседнем в ларьке. Аэрозоль эта краска в баллончике черная и все. Темный такой кадр. Ну, и опять не лезут туда. Здесь вообще непонятно, что он не несет. А, понятно теперь. Ну, может быть, просто не доделали цветокору, так далее. А текст песни, знаете, про чем, кстати? Вот он поет. Ну, я не к тому, что здесь, может быть, провтыкали. Бывает. В таких роликах до сих пор попадаются все классно. Там какой-нибудь романтик. И такая музычка вроде мажорная. И там на каком-нибудь французском, английском языке или немецком. Там выясняется, что я тебя распотрошу, я приду и вырву тебя с сердца. Какой-нибудь такой миленький голос. Вот дикторский голос. Все клево. Просто я бы его чуток компрессировал. Вот. Ну, и музыка громко, это вы сами. Как приводить звук голосов и музыки к одному знаменателю, чтобы не надо было сидеть, переключать громкости при просмотре? Ну, вот если музыка громко, мы делаем ее тише. И не надо будет ничего переключать. Можно дополнить компрессированием, лимитированием. Но это уже вторично. Первично это просто баланс. То, что громко, делаем тише. Ориентируемся на слух. Вы скажете, а я не заканчивал музыкальную школу, у меня нету слуха. У вас есть слух. Если вы слышите звуки, у вас есть слух. И технический, и музыкальный. Это все отмазка, что я не заканчивал музыкальную школу. Я знаю много людей, которые закончили консерваторию, не знаю как, правда, но они вообще никак. Они профнепригодны. И они не работают по специальности. Ну, просто они учились, не знаю, 20 лет жизни отдали. И не так и не научились, к сожалению. А есть другая. Когда человек ничего не заканчивал, но он занимался, постигал. Что значит музыкальную школу не заканчивал? Могли изучать все дома. Не знаю. Благо сейчас масса возможностей для этого есть. Как обрабатывать правильно звук, чтобы не испортить ничего и вытянуть максимум? Ну, такой вопрос, типа, как жить, как найти себя. Он очень глобальный. Здесь сложность в том, первое, что вам нужно сделать, это научиться слышать звук. Это снимет вопросы, как правильно обработать. Учиться слышать звук мы начинаем прям с вводного курса введения в звук, он называется. Очень коротенький курс, но достаточно емкий. Он не перегружает с одной стороны, мозг вам не взрывает, новичку. С другой стороны, вы начинаете правильно думать. Потому что я могу показать, например, как правильно обработать тот или иной голос, но это будет работать только для данной задачи, для данного голоса. То есть, как только попадется другой материал, те настройки уже не сработают в 99%. Вот, поэтому здесь само мышление у новичка, у меня было такое же, то же самое. Я пытался найти секретный пресет, секретный эффект, какую-нибудь педальку, примочку, настроечки там срисовать. Это не работает. Так, идем дальше. Работа Руслана. Давайте послушаем. Правка 2, правильно я, да, взял файл? Ну, последний, который. Прям цой. Да? Бас громче, можно. Голос тише и потюнить голос. Если я славлю твою тень, не строит. Обещай мне отпускать. Если ты исчезнешь во сне, постараюсь больше не спать. С ревером прикольная фишка. В небе там так же, как здесь. Лишь немного ярче огни. Вместе мы горючая смесь. Сайчень тут есть уже, да? Настолько зажги. Сейчас я пока не понял, что за жанр. До утра. Я останусь до утра. Завтра будет голова. Разрываться пополам. Байки, которые... Ну, вы уберите вот эту торчащую и полторашку, наверное. До утра. Я останусь до утра. Они же у нас разведены в стерео. Мы сделаем сайт. Даже повыше. Они получились ярче, чем основной голос. Вот. Разрываться пополам. И голоса надо потюнить обязательно. Стоп. Что такое тюнить? Это править тайминг. Ну, здесь с таймингом более-менее можно еще поискать. И попадание в ноты. У меня на все есть ответ. На твой каждый важный вопрос. Голос у меня в голове. А так, такой манерный вокальчик-то. Я уйду на пару минут. Чтобы ты могла поскучать. Боже, я признаю вину. Но не сейчас. Малый можно такой... А-ля Synthwave будет клево. Завтра будет голова разрываться пополам. Нет, это не жанр. Надо добавить бас. Я вначале сказал прям сразу бас. Надо дать. И старайтесь вот эти штуки на гитаре выигрывать именно артикуляции. Здесь ощущение, что всегда рассинхрон какой-то. Между левой и правой рукой. Вот здесь. Да, дабл трек. Пускай он будет дабл треком. Не надо такие допускать. Настолько разницу большую в каналах. Дабл трек это когда пишется партия одна и та же два раза. И вот это тоже. Весь рассинхрон прям конкретный. Хочется, чтобы четко ноты были вызвучены. Не... А тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Тогда будет прям кайф. Голос я бы сделал тише для тебя на 4. Было нельзя. Если я славлю твою тело. Смотрите здесь. Сделайте клэп нормальный там. Чё боитесь-то? Ё-моё. Прям... Вот. Берём какой-нибудь. Надо прям, чтобы валило. Не знаю, какой темп. Ну... Блин. Я в сбивке уже начал рисовать. Да, чтобы был прям... Пинок. Сорян, это я сдвинул тут. Если я славлю твою тень... Ну, вы поняли смысл. Можно даже... Во! Вот типа таких подмешать. Прям мощненьких. Бш-бш-бш-бш-бш-бш. И это даст, короче, свой кайф. Это вот на этапе ржировки, получается, у нас. Бас, причём, вроде живой даже записали. Но его спрятали. А песня нормально, чё? Она такая... Её довести просто надо. Вот прям приём, да? Вот эти вокализы в конце. Можно в телефон, в моно, в ревер. Будет прикольно. На сведении прям есть такой проект. Да, да утра. Голова. Нет, тут есть дилей. Они просто прячутся. Прячутся в миксе. Вот. Прикольно. Мне нравится. Просто есть что допилить. А так, Руслан, хорошая работа. Введение курса основы звука. Это стартовые курсы. Ну, я буду говорить про ближайшие курсы сейчас более подробно. Что бы начать? Что бы начать структурировано, осознанно, не методом научного тыка, клика. Вот. И не взорвалась при этом голова. Понятно, что после курса основы звука вы не напишите шедевр какой-то там и так далее. Хотя есть работы, которые, ну, прикольно. Они удивляют после введения в звук. Вчера проверял работу. Там уже и фоли записано, и шаги, и диалоги, и дубляж. Думаешь, блин, вообще класс. Я прям даже отметил эту работу. 18 онлайн занятий. Видеозанятия. Это которые вы смотрите в любое удобное для вас время. Они у вас остаются всегда. Онлайн занятия. Онлайн занятия. Это там, где я проверяю ваши работы, даю обратную связь. Все работы проверяю я. Не какие-то напарники, партнеры, там, или как назвать их, ассистенты. Каждую работу я сам лично проверяю, даю обратную связь в живом, вот как сейчас с вами. И домашки построены на всех курсах таким образом, чтобы вы, ну, не то, что, типа, сделал домашку и молодец. А они сформированы так, чтобы вы делали те задачи в домашках, с которыми вы будете сталкиваться в реальной жизни. Банально там записать голос, его обработать. Вот вопросы, кстати, которые есть. Вот эта часть практических домашек. Кому подойдет? Да всем подойдет. Звукорежиссеры, если вы даже не знаете, что такое звукорежиссеры, вы им не понимаете. Может, вы звукорежиссером хотите стать или аранжировщиком. В любом случае этот курс будет необходим. Через него вы не перепрыгнете по-любому. Не, вы можете записаться сразу на практик аранжировки. Ну, вот тут наверняка есть такие люди, которые, типа, да что там основы, я на ютубчике посмотрю потом, и окей. А потом, когда вы сталкиваетесь с конкретной задачей, ну, что-то я не знаю, куда нажать там, или вообще, а что такое, а что такое там терция, а что такое, и понеслась все. Ютубчик поможет, вы лет, не знаю, сколько потратите. Я через все это проходил, тогда даже ютубчика не было. И я очень жалею, я бы, наверное, сэкономил лет пять, а то и десять жизни, если бы сразу вот так мне разложили, еще и потом подсказали и работу проверили. А музыкантам, продюсерам, саунд-дизайнерам, творческим специалистам, аудиоблогерам, музыкантам, ну, да всем видеоблогерам, аудиоблогерам клево. То есть, это база, это база. Мы там разбираем оборудование, наушники, колонки, мониторы, шнуры, коннекторы, что куда втыкать. Разбираем эффекты, базу эффектов, какие бывают, как влияют, что где как применять. Вот. Не путать с курсом сведения, это следующий этап, да. Там уже все ближе, ну, следующий уровень применения эффектов и слышенье прежде всего. На каждом курсе я отдельное понимание уделяю вашему слуху, его развитию. Потому что посмотреть информацию вы можете и без меня, и без школы. Открыли, там, что такое компрессор. Почитали, посмотрели, клево. Сели компрессировать, все. У всех так. И у меня как было когда-то так. Типа все понятно, пока не сел делать сам. Дальше. Почему здорово учиться? Да потому что это крутая школа на самом деле. Обратная связь, опять же, на ютубчике вы ее вряд ли получите, в таком объеме уж точно. Проверка ваших работ. И каждая ДЗшка — это реальная задача, которую вы в жизни встречаете. И группа формируется таким образом, с тем количеством людей, чтобы, ну, каждому я смог уделить должное время, внимание. Там, например, если занятие по регламенту длится 2 часа, но я понимаю, что я не укладываю, чтобы разжевать какой-то материал, ответить на вопрос, развернуто, доступно, чтобы человек понял, оно может длиться 3 часа. Вообще без проблем. Было время, когда занятия были по 5 часов. Может быть, кто-то помнит и сторожил, так скажем, да. Конкретная информация. 17 мая стоимость курса 8900. Я не знаю, сказать, что это доступно, это ничего не сказать, мне кажется. Даже с учетом всех каких-то там кризисов, шмизисов. Это вот та сумма, которая уж в себя вложить, в свои знания, ну, уж точно тут можно не думать. Курс «Теория музыки» — это про развитие слуха, это не про ноты, это про развитие ваших ушей, прежде всего. Чтобы вы понимали, что если я хочу создать веселое настроение, я нажму вот так. Если я хочу как-то, типа, ну, давай-ка, типа, я умею, типа, играть, давай, приджазованно. О-о-о, типа, м-м-м, прикольно. А если педальку нажать, можно еще девяточку какую-нибудь зацепить. О-о-о, там какой-нибудь 7-9-13. В общем, это про развитие вашего слуха и понимание того, что вы слышите. Первый момент. Это самый главный момент. Потому что, если вы не слышите, все бесполезно. Плагины, сэмплеры, синтезаторы, шмэмплеры — это все можно вообще забыть про это. Потому что вы будете крутить ручки, даже с умным видом вы будете крутить ручки. Но если вы не слышите, как хорошо, как плохо, это все без толку. То есть можно... Это касается и звукорежиссуры, сведения, мастеринга и так далее. Это касается создания музыки, композиторства и аранжировки, конечно же. Потому что, если вы не понимаете, когда звучит лажа, когда звучит хорошо, и самое важное еще, почему звучит лажа, что не так, и вы не можете ответить себе на этот вопрос. Все остальное — это обезьяна с гранатой. И вот эти все сказки про то, что я, не знаю, там, курил ганжубас всю жизнь, вел какой-то образ жизни непонятный и проснулся знаменитым. Ну покажите мне такого человека. Кто-то из студентов, ну не студент школы, там консультации, периодически, кстати, про консультации в Life Classes возможно забронировать консультацию индивидуально. Вот, lifeclasses.ru, ну если администрация ссылочкой поделится, будет вообще классно. Там уже можно это сделать. Так вот, он говорит, ну вот же, вот же Чарли Путт, вообще чувак из народа, какой-то он ничего не делал. То есть это просто сказки, которые в уши, я не знаю, фанатам, может быть, льют пиарщики, я не знаю, маркетологи и так далее, чтобы создать вот этот образ не дюймовочки, а как туфелька там, золушки. Типа как классно. Это мы все такие просто. Там столько труда. К слову, он закончил Беркли, у него абсолютный слух, можно продолжать много, и он пашет по 18 часов в сутки до сих пор. Да, а не то, что он сидел там, типа, о, я написал песню. И стал там знаменитым, там, attention. Вот, поэтому тут очень много мифов. И есть мифы, что вот если ты не знаешь нот, ты не сможешь занимать музыкой. Миф. Или чтобы заниматься музыкой, надо закончить музыкальную школу, или там музыкальный колледж, консерваторию. Это полный бред. Ханс Циммер, что закончил? Ну, я взял то имя, которое все знают. Ничего не закончил. Я думаю, одного вот этого примера точно достаточно. Диджейл, да. В перерывах в Макдональдс, да. Ну, масса таких примеров. И я даже знаю, почему вот так. Потому что, когда вы занимаетесь шаблонно, из вас делают просто исполнителя. Чаще всего, есть исключения, самородки, которые сами занимаются, они фанатеют, у них есть клёвые преподаватели, не которые просто дают им материал, наиграй. Сыграл, сдал, забыл, зачётку получил, на диплом, всё. Молодец. А именно люди, которые не могут не писать музыку. Вот. И если вы действительно хотите, у вас горящие глаза, то вам не надо идти в музыкальную школу для этого. Я не отговариваю. Я лишь говорю, что есть альтернативный вариант, как минимум, который быстрее. Ну, это точно. У меня есть музыкальное образование, я знаю, о чём я говорю, да. Поэтому тут меня не подтянете. Типа, а ты сам-то там музыкальную школу-то хоть закончил? Вот. К слову, я поступил в музыкальный колледж, с отличием его закончил, с отличием поступил. И когда меня спросили, чувак, а ты какую музыкальную школу заканчивал? Я говорю, а никакую. Они говорят, а не может быть. Я говорю, а вот так. И теорию музыки, мне повезло с преподавателем, ну, и я сам ещё занимался, по факту, теорию музыки для поступления я выучил за две недели. Без шуток. Вот для... В том объёме, чтобы мне сдать экзамен на отлично. Дальше. Ну, по количеству занятий, полное описание курса вы посмотрите на сайте обязательно. Опять, кому подойдёт курс? Звукорежиссёрам. Вы скажете, я звукорежиссёр, я умный, такой, кричу тут прибор, зачем мне какать теорию музыки? Блин, первый же этап работы, тюнинг, когда мы нотки правим, чтобы было классно, ты его не сделаешь, если ты не слышишь. Ты его не сделаешь, если ты не понимаешь, где мажор, где минор, где какой аккорд и как будет звучать хорошо. Какие-то бэки ещё, не дай бог, если тебе попадутся. Ты просто вообще там сядешь в лужу и всё. А потом вопрос, а где искать работу? А что-то нет клиентов, а что-то как-то вообще всё плохо. Я, наверное, ничем занимаюсь, у меня не золотые уши. Потому что неправильный подход. Опять, ключ – это развитие слуха. И здесь я делаю, что конкретно вы делаете? Подбираете мелодии, аккорды, интервалы определяете на слух. Ну, там, терция большая, кварта. Терция тритон. Даже кварта какая тритон. Чтобы вы, не думая, понимали, что звучит. Это, конечно, ни сходу, ни сразу, но я знаю, как сделать так, чтобы был существенный прирост. Потому что я сам через это всё прошёл. Я уже сто раз рассказывал эту историю, ну, в основном, наверное, на курсах. Когда я начинал, я не слышал разницу между вот этой нотой и вот этой. Я думаю, этого достаточно. Теперь я не скажу, что у меня абсолютный слух. Нет, абсолютный слух даётся от рождения. Точка. Все курсы про то, что можно абсолютный слух развить – это миф. Абсолютный слух можно закрепить, если он был от природы, то есть использовать. И желательно это сделать с детства. Либо развить очень клёвый относительный слух. Ну, подробнее на курсе я всё это рассказываю. Почему, как, что, зачем. Я говорю это не только ввиду своего какого-то опыта. Я на этот предмет общался с профессорами консерватории, которые на этом собаку съели, там, дедушки такие. И они мне и с врачами, с докторами, которые с научной точки зрения обосновали то, о чём я говорил. То есть я ссылаюсь больше даже на науку, а не на свои какие-то догадки. Типа, я вот такой, может, я псих и придурок вообще, да. Вот такой у меня путь был, и типа получилось случайно. Нифига. Дальше. Ну, и разумеется, я даю алгоритм создания своих мелодий, музыки, по большому счёту. Круто, если вы параллельно или впоследствии будете учиться играть на каком-то любом музыкальном инструменте. Это вдвойне будет вас развивать. Важнее относительный слух. Абсолютно верно. Алексей, вот, да. Это потому что у меня много товарищей, у них абсолютный слух, они музыку ненавидят. Потому что, говорит, вокруг звучит лажа какая-то всегда. У них настолько крутейший слух. Ну, вот так вот им сделаешь, вот так вот, какой-то крем. Они скажут, си бемоль. Вы слышите ноту вообще? Я не слышу, что здесь нота. Они слышат. И не каждый тюнер ещё это услышит. Поэтому, ну, они несчастные люди, в большинстве случаев, говорят, нафиг мне это надо. А, ну, в плане музыки, по крайней мере. Так, 13 мая, то есть завтра уже, завтра стартует курс «Теория музыки», где мы всё это дело подробненько разбираем. Я предчувствую даже, я потому что сам такой же был, и я помню это ощущение, страх, что типа не получится. Куда я пойду? Какая-то музыка, теория музыки. Люди вон 7 лет в музыкальной школе учатся, и что-то не очень. Типа там и Цоя не могут сыграть. Там учат другому. Если коротко, там учат сыграть то, что вам дали. Иногда даже человек не знает, в какой тональности он играет. И он не знает слово «тональность». Это шок. Для меня иногда до сих пор, хотя я тоже, у меня была практика, я преподавал в музыкальной школе, собачился там и в музыкальных заведениях с преподавателями, потому что мудаки. Вот мудаки. Они просто сидят мне на своем месте и портят людей. Особенно жалко, когда дети к ним приходят с горящими глазами. Ну, и они убивают это желание просто своей тупизной, блин, и неповоротливостью. Три курса ближайших. Обработка звукового доп.аудишн с июня начинается. А, по софту даже. Не ближайшие курсы. Это курсы по софту. Аудишн, рипер, азотопер икс. Есть еще лоджик. На сайте вы можете про него подробнее изучить. Это инструмент, благодаря которому мы, в принципе, производим какие-то манипуляции. Сейчас все в цифре. Так или иначе, мы сталкиваемся с тем, что мы вынуждены работать в программе. Даже если вы композитор, вы ненавидите компьютер, вы все равно будете работать в программе. Есть композиторы, которые Джон Уильямс, карандашом до сих пор пишут музыку. Просто на листе нотной тетради, но мы не из тех. Там надо, помимо теории музыки, еще много позаниматься гармонией, инструментовкой, композицией, оркестровкой. Я думаю, этого достаточно уже, чтобы схватиться за голову, сколько это времени нужно. Зачем изучать софт? Если мы не умеем пользоваться молотком, мы не забьем гвоздь. Ну, можно рукой забить, конечно, да, если вы шаолинь какой-нибудь, монах и так далее. Но мы опять-таки обычные, простые все люди. вы не ограничены в реализации конечный продукт какой? Какая-то творческая задача. Да даже если техническая задача. Если вы тупите, не знаете, куда нажать, вы бы уже забываете, что хотели вообще. Не то, что там творчество, там музыка какая-то ушла. Она с матюками вас покрыла при этом еще, когда уходила, и больше к вам не вернется, уйдет к соседу. Как построено изучение софта? Я не банально рассказываю, а вот давайте мы запишем трек. Вот так вот. Ну, записали трек. Молодцы. Вот эта кнопочка такая, вот эта кнопочка такая. Я подобрал домашки таким образом, чтобы вы опять-таки реализовали конкретные задачи. Если мы работаем, изучаем, например, Reaper, там домашки, с которыми вы будете сталкиваться всегда и везде, так или иначе. Там выровнять, записать, откантовать, темпы подогнать, записать MIDI, аудио перезаписать, там, в общем, комплекс. Audition тоже самое. RX тоже самое. Все примеры из жизни, что называются, выстраданные. Музыка для видео, звук для видео, есть такой курс, да, работа со звуком для видео, он в разделе видео. Вот, если мы находимся на сайте школы, давайте я прям секунду покажу. Он в разделе видео, вот, обучение видео, работа со звуком для видео, вот он. Он в августе стартует, потому что не так давно, вот, закончилась группа, прикольные были работы. Далее, если возникает какой-то затык, вы смело пишите на сайте школы, сейчас, наверное, поддержка скажет, ну, опять к нам отправляет. А потому что у нас самая лучшая поддержка. Здесь есть кнопочка, видите, на любой страничке задать вопрос. Вы на нее нажимаете, заполняете свою форму для обратной связи, чтобы вы могли ответить на ваш вопрос. И поддержка не дремлет, она вам поможет по-любому. Гарантия качества на все курсы. Это не просто красным выделили, типа, мы гарантия качества, да, я помню, забор ставили, типа, мы даем гарантию. Я говорю, а что будет, если гарантийный случай? Ничего. Я говорю, клевая гарантия, просто написано. Так вот, если вы понимаете, что вы попали не туда, вы поторопились, вы передумали, или вам не нравится Артур Орлов, или там преподаватель какой-то. То есть все, прошла любовь, заверяли помидоры, вы просто пишете в поддержку, и школа без вопросов возвращает вам всю сумму, которую вы вложили в курс. Вот. Опять же, к слову скажу, что вложение в себя у нас, у большинства людей до сих пор почему-то вызывает какое-то недоумение. Вот. В себя это не пойти в вискаря нажраться. В себя, типа. Это в свои знания, умения и навыки. Этого у вас никто не отнимет никогда. Ни в какие кризисы. Типа, появилась задача, о, а я умею. А я знаю, как сделать. А я вам сейчас сделаю. Вот именно, кстати, вот эта многозадачность со мной сыграла в хорошем смысле шутку. когда нужно было пять человек, пять человек. В итоге все пять задач я взял на себя. Я, правда, там не спал какое-то время, потому что я понял, что это прям вот, я что-то прям перегнул. Но я все успел, я сделал срок, я взял пять гонораров за это, потому что я сказал, ну, блин, чуваки, ну, пять же задач же, да, то пять человек каждому надо. Вот. Но я прям в очередной раз понял, что это все не зря было в свое время. Так, я мог просто играть на гитаре или там на кларнете в оркестре. Я не говорю, что люди, которые просто такие в одну точку бьют, что они какие-то неправильные. Но мне кажется, на мой взгляд, что сейчас, особенно в наше время, это немного не тот путь, который даст ему реализацию и на хлебушек с маслом еще на икорочку иногда хватает. Вот и про что. То есть, ну, я мог бы сказать, приходите, записывайтесь, такие классные курсы. Ну, блин, я так не могу. Просто я говорю, вот, жизненные ситуации реальные, вы сами все не на Луне живете, сами видите, что происходит, и вообще все как меняется стремительно. И если раньше нужен был человек, который просто умеет записывать голос, сейчас нужно так. Нам требуется звукорежиссер с навыками музыканта, аранжировщика, ну, понятно, миксингенера, саунд-дизайнера. Еще нужно, чтобы в фотошопе умел аватарку напилить, анимацию обязательно, вот, чтобы умел делать хинкали, шашлык и массаж. Образование? Да, похер на образование. Вот прям так. Это цитата одного из работодателей, с которым мы постоянно сотрудничаем. Он говорит, какое образование, зачем мне твое образование, ты мне дай результат. Вот, я имею в виду консерватории, какие-то престижные даже вузы, я как-то по началу, есть история из моей жизни реально, из очень престижного вуза Москвы, до сих пор один из самых лучших считается вузов. Его закончила девушка с отличием, с красным дипломом, факультет звукорежиссура. И, то есть, я думал, это прикол, на самом деле, сначала. Думал, может, она стебется над нами. Подойдя к микшерному пульту, то есть, это устройство, куда подключаются все инструменты и так далее. Она говорит, слушайте, ребята, куда здесь микрофон можно подключить? Где? Я знаю, куда-то надо микрофон вставить, какие-то дырочки там есть. Ну, там я что-то растерялась. Куда? Я думал, это стеб, ну, типа, блин, нет, оказалось все так грустно. И вот, это реалии жизни. Давайте я отвечу на вопросы, которые в разделе вопросы. Алексей спрашивает, в лапс же по умолчанию инструменты рассажены как в оркестровой яме, панораму менять не надо или так оставлять. Они расположены по классической рассадке. Рассадка оркестра. Ну, симфоническую возьмем. Народный, я думаю, никому не интересен. Есть, ну, немецкая, так называемая, европейская еще называют. Вот так они садятся. Почему вообще, зачем какая-то рассадка? Тут же нет микшерного пульта никакого, никакой обработки, никаких эффектов. Здесь все натурально, да, без пальмового масла. У меня товарищ как-то сказал. То есть все, естественно, как вот природа заложена. Физика и распространение звука, мастерством исполнения музыкантов. Вот. И это не случайно именно так. Да даже и психоакустика и восприятие звука человеком вообще в принципе. И это тоже не сразу появилось. там вот такая рассадка, такая рассадка. Ну, видите, смещены наоборот. Да? Вот даже если вы будете... Представим барабанную установку. Если вы смотрите на барабанную установку, у вас будет хэт, ну, такая тарелочка маленькая, с правой стороны, ну, с левой стороны, да? А если вы как будто вы барабанщик, он будет слева. то есть прям зеркально получается история. Это влияет всё на восприятие, поверьте. Ну, не поверьте, если кому интересно, можете почитать психоакустика, ну, из самых доступных Алдошина психоакустика. Очень вообще крутая. Вы можете взять за основу то, что есть. Если вас что-то смущает, опять же, опираясь на слух, вы можете поменять вообще её как угодно. То есть открыть ещё один плагин, один Spitfire Labs этот, и спанорамировать его хоть вообще до упора влево или вправо. То есть здесь с одной стороны нет правил, с другой стороны, если вы начинающий, вы можете оттолкнуться от того, что вам предлагает разработчик. Это самое лучшее решение, ну, если таким путём двигаться. Тарас спрашивает, есть две монозаписи. А, если не все инструменты, блин, тут состав оркестра нужно тогда учитывать. Это может быть малый состав, какой-нибудь телекамерный оркестр вообще, или струнный просто оркестр. Там скрипка, альт, виолончель, и всё. И гитара какая-нибудь. Такой состав может быть да запросто. Здесь мы ориентируемся на, опять-таки, слух, и если мы панорамируем что-то, мы должны понимать, что если у нас что-то влево, что-то должно быть справа, чтобы компенсация была. Не только по громкости, но и по спектру. Ну, будет странно, если у меня бас, например, слева, а какой-нибудь вокал, который поёт фальцетом, справа. Это странно слушается. Ну, раньше даже сводили так музыку, там, барабаны слева, голос в центре, контрабас справа. Но это очень быстро отсеилось, такое панорамирование, потому что оно неестественное для нас. Дальше. Так вот, как лучше их развести по панораме? Фортепиано, виланчель. Рояль я бы сделал шире. Да, вот по поводу имитации, чем ниже, тем левее. Очень многие библиотеки сэмплерные так сделаны по умолчанию. То есть, рояль немного шире в данном случае, потому что много места. И рояль в данном случае, даже если он играет аккомпанирующую роль, что, скорее всего, это место должен занять. Виланчель больше как мелодический инструмент в данном тандеме, уж точно. и он может занять центральную позицию, но его можно раскрасить реверберацией, красивой, стереофонической реверберацией. И получится нормальный такой микс хороший. У нас на основах звука, по-моему, даже есть, ну, не по-моему, а есть такое задание, где мы собираем фортепиано и голос, применяя эффекты, с которыми мы знакомились, по вкусу. Очень важно по вкусу, соответственно, по слуху, чтобы вы не технически выполнили, повторили как обезьянки какие-то действия, а включали уши. Вот в этом такая вот лейтмотив всех моих курсов. Без ушей, потому что никуда. А как проверить, есть ли слух? Попытаться повторить, воспроизвести любым способом самую простейшую какую-нибудь мелодию. Ну, там, не знаю, в траве сидел кузнечик. Вот, не песню, не надо там все инструменты подбирать, просто мелодию каким-нибудь банальным пианино. Детское можно пианино взять, на смартфоне можно скачать пианино и наиграть. Там типа, о, много, вот для меня было много. Я говорю, о, 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 стопе, стопе, ты куда так? Много нот сразу мне дал. Я говорю, стоп, вот первую ноту надо найти. Я там тыкаю куда-нибудь. Типа, ниже, выше? Не, ниже. Так, Надо, значит, повыше двигаться. Давайте, чтобы клавиатура была видна. Так, вот эта целевая. Вроде ниже. Вот так это поначалу происходило. Те, кто был в теме, там, музыканты были, они ржали, говорят, какая музыка? Я спортом занимался тогда так нормально, серьезно. Иди вон, пинай груши, там, не знаю, людей. Какая тебе музыка? Я говорю, нет. Через год эти же люди пригласили меня играть в их команде. Показатель. я считаю, это офигенный прям показатель. Они ржали, то есть я не мог найти, блин, ноту, даже одну, какая там мелодия, песня там. Я ноту не мог одну найти. Вот. Через год я уже играл на гитаре как основной гитарист в коллективе, который, блин, на тот момент, ну, так нормально они играли. Какие-то типа гастроли там были, мини, не по городам мира там, да, и так далее. Ну, это показатель. Короче, за год можно прокачаться. Я в этом плане такой, у меня есть примеры, когда на гитаре очень здорово за год прокачивались просто дико. Ну, технически, по крайней мере, уж 100%. За год. Это определенное упражнение, ну, и не то, что я не хочу открывать какие-то секреты, их нет секретов, но есть определенная методика, которая приведет вас к результату гораздо быстрее и эффективней. Вот я про что. Конечно, абсолютно нормальное желание все и сразу, да, и вот сейчас, если мне сказали опять пройти тот путь, ну, я бы его прошел, точно, я не буду лукавить, но я бы уже прошел его по-другому гораздо быстрее, обладая теми знаниями, которые сейчас. Здесь важен просто контроль в плане наставничества. Вот почему курс, это не просто видео, вы посмотрели и встань и иди. Пока, да, обратная связь должна быть. Вот это ценное самое, ну, на мой взгляд. На всех курсах любых школ важна обратная связь. если ее нет, ну, прикольно, но не прикольно. Вы понимаете, о чем говорю. Dixieland, обмолвился на курсе, есть какие-то любые спальси-группы? Да нет, у меня, кстати, очень плохо с названиями команд каких-то коллективов, но я очень запоминаю трек какой-нибудь. Я вот включишь, и если через 20 лет назад я его слышал, я его узнаю точно. У меня вот так вот работает почему-то память. А вот Анастасия правильно говорит, где-то щелкает в определенный момент и руки начинают играть сами. У меня были такие озарения, это называется абсолютно научно эффект предслышания. Когда вы еще не нажали клавишу или, например, лад на гитаре, вы уже слышите в голове эту ноту. Это просто воспитывается вот как спортсмены занимаются, только это про звук. Вот. То же самое у звукорежиссеров. Они, например, еще не не открыли и даже не видят никаких анализаторов, никаких приборов, они слышат так, торчит, наверное, полтора килогерца. И они с точностью, ну, именно, ну, может быть, там 1700, 1600. Это очень круто, я вам скажу, на самом деле, так вот определить. Это также вырабатывается, просто здесь прикол-то в чем, килогерцы это тоже ноты, ну, герцы это ноты. Вот видите, например, там пресловутый 440 герц это ля нота. То есть это одно и то же, только другие единицы измерения. Это нормальный эффект, его надо развивать дальше и все. Сема спрашивает, добрый вечер, работаю звукооператором на протяжении 5 лет, во всем самоучка. В данный момент работаю в театре, есть огромное желание двигаться дальше, обрести музыкальную грамотность в какую-то базу, курс теории музыки подойдет для старта. Да, курс теории музыки подойдет. Двигаться дальше, обрести музыкальную... Да, музыкальная грамотность это теория музыки. Недаром во всех вузах, нормальных вузах, на факультете звукорежиссуры сдается сальфеджио, общая фортепиано, игра на каком-то музыкальном инструменте. Ну, фортепиано обычно более чем достаточно. Да? Как ты будешь работать звукорежиссером, если ты не слышишь музыку и звук? Никак. Это все мартышкин труд такой, типа, кручение ручек на разных плагинах с разным интерфейсом или там на разных приборах. Так, все, друзья. Спасибо огромное за внимание, за участие, за то, что прислали работы, не постеснялись. Ну, типа, есть такая категория, типа, да ладно, я что-то тут, еще тут надо пилить и пилить. Не бойтесь делиться, ну, с адекватными людьми, получать какую-то обратную связь, опять же, адекватную, не на уровне, типа, мне ничего-то не нравится или, ой, мне он понравился. Вот. Опять же, нет идеальных каких-то работ. Даже у гениев, даже у супер каких-то там прокаченных есть моментики, которые спорные очень. Иногда это вкусовщина, иногда это жанровость, иногда это технические косяки. Ну, речь не об стремлении к идеалу, речь о реализации в творчестве и себя прежде всего, да, потому что, ну, когда вы занимаетесь звуком, не знаю, живописью, фотографией, видео, спортом, вы вкладываете себя, время и так далее, чем-то жертвуете, кстати. И, ну, когда у вас получается, это кайф, который ни с чем не сравним. Так что, спасибо еще раз за время, за работы, до встречи на занятиях. Если такой формат, кстати, зашел, дайте обратную связь администрации или здесь где-то, если будет возможность, там, мы, может, и поставим это на какую-то периодичность в целом, и в целом, в целом, до встречи в целом, Продолжение следует...